Попова, 23 стих. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповеда Евангелия Тарствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Уже неоднократно приходилось проповедовать на этот стих. И снова при соединении с воскресным чтением что-то открывается. Вот сегодня слышали, кто будет веровать и крестить, а спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А что значит осужден? Это означает, что после смерти лукавые духи, демоны, бросят в огонь вас. И отдаст, говорит, слугам, которые будут бить, пока не отдашь до последней полушки. То есть никогда. И дым мучений восходят их день и ночь, и во веки веков в Откровении написано. Какие страшные слова слышат. А их запросто прочитали и тоже забыли, кто будет веровать. А вопрос сразу, а как веровать? Во что веровать? Христос ведь говорил об определенном. Нельзя вставлять свои мысли в слова Христа. Он говорил не просто веровать, а веровать по Евангелию. Написано проповедой Евангелия. Вера включает в себя покаяние, признание и полная капитуляция, что я погибший, я грешник. Далее. Спасти никто никак не может. Возьмите за грех смерть. Из-за грехи человека был послан с неба Сын Божий. И вот кто так не будет веровать? Не примет его как Мессию, как Спасителя мира и осужден будет. Хороший он, плохой, много у него друзей, богатых, не имеет никакого значения. Кто будет веровать? Или креститься? И вот здесь остановимся и посмотрим. Миллиард мусульман Христа, как Бога, не признают. Они прямо попадают под второе. Веровать, при жизни веровать, а не после смерти. Иудеи, по сегодняшний день, которые не признали, не христиане, ну это большинство, там 98-9%, они не признают в течение двух тысяч лет богоборства против Христа. Они не веруют в Ее как Мессию, что осуждены. Независимо от того, брат, тебе сестра, мать, все эти исключения мы комментарии сами пишем. Иисус ходил по Галилею, по всей, и учил где? В синагогах. В синагоге это школы были, отдельные молитвенные дома. И проповедовал Евангелие Царства. Евангелие означает добрая вещь, что даром даруется тебе спасение. Буддисты, миллиард. Совершенно Христа не признают. А кто не будет веровать? Вы понимаете, ужас какой в этих словах. Осужден будет, осуждение не от человека, не от меня, от Бога, верующий в меня. Войдите в благословенное Царство, уготовленное вам от создания мира. И дальше Алтал жаждался с верою. А что жаждал накормили, напоили, без веры во Христа не имеет никакого значения. Совершенно. Пользы никакой нет. Не написано, кто добрый пойдет в рай, кто верует. Авраам верою наследовал. И говоря о вере, апостол Павел в послании к кримлянам, начиная с третьей главы, раздевает эту мысль. Независимо от дел. Даром. И что ходил Иисус? Проповедовал. Разве про это не считали те, которые устроили монастыри? Я к этому возвращаюсь. А ведь это целый миллиард мусульман могли быть верующими. И ходил Иисус, а Он говорит, спаседай за Мной. Ходил по всей Галереи. Почему же они не ходили по пустыне и не проповедовали? А ведь Господь дал-то один раз только человеку на земле жить. И второй раз не вернуться, не поправить ничего нельзя. Как только он родился, и сразу человеку сказал, смотри, вот не будешь верить. Христос не будет твоим личным спасителем. Ты не отдашь Ему сердце. Ты в аду будешь гореть бесконечно. Конца края нет мучениям. Наверное, что-то бы изменилось. Нам мать только одно выражение сказала. Бог говорит, терплю до конца ваши грехи, а буду мучить без конца. Прямо такого выражения в Библии нет. Но смысл понятный. Это библейский. Это было достаточно, чтобы от многого-много сохранить и привести. Иначе бы я не уверовался, поиска-то не было. И меня уговаривать не надо было. А на моем положении вся Россия могла быть. И ни год, ни два, ни тысячу. А две тысячи лет. Евангелие от Матфея 9.35 прямо повторяет эти же самые слова. Матфея 24.14. Государь Христос, говоря о признаках своего пришествия, говорит, «И будет проповедана Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство народам». И тогда придет конец. Не сказал, кто будет верующий, я запрусся, но проповедано. Это совершенно супер антиевангельское учение, чтобы от людей прятать Евангелие. Это прямой признак того, что Христос сказал, это сбудется. И будет проповедана Евангелие. Детям проповедуют все твари. Я когда первый раз прочитал, у меня мысль была, что коровам надо проповедовать, овечкам, раз они же тварь, всем тварям. И я говорю, потом я только нашел, и действительно так и есть. И птицам проповедуют, и салтыри нашел. Но в начале у меня ниоткуда мыслей не было. Мне иногда говорят упрек даже такой. А вот ты проповедуешь, говоришь, это ты все для книги. Так это хорошо или плохо, что я для книги, а не для меня не на ветер. Да книги-то появились все пять лет назад. А проповеди в начале появляются. Так и четыре, а я, верю, сорок пять лет. На те-то годы я проповедовал-то не два раза, не четыре в неделю, а четыре раза в день. Да кроме того, у меня сейчас идут нигде, не считай, двое или трое тут записывать на магнитофон, полно в четыре часа каждую неделю. Так умножко, до сорок-то лет. Апостолы говорили, для книги или не для книги? Для книги. И Иеремия, что написал свиток, послал царю. А не книги, значит, ничего и нет. Надо Бога день и ночь благодарить, что сохраняется это. Я получаю сколько известий о том, что люди через книги находят путь. Через книги. Вот у нас сейчас есть человек, который вернулся из заключения. Он на одних книгах выехал оттуда. А я говорю, жизнь полностью изменилась и обратился через них. Я их на три раза все пересчитал. Так надо молиться об этом, чтобы Бог дал полное осознание того, что книги нам необходимы. Это проповедь. И все, кто участвует в издании книг, помогает, молится, что-то добывает. Я говорю, что молитву-то Бог уже услышал. Вы видите, уже книги прибывают. Еще нигде нет, ничего. Но с одного места уже стронуло. Главный банкер узнал совершенно точно. 50 тысяч пересчитывал. Да 50-е на дороге не валяются. И уже первая партия приехала. А мне говорят, он еврей. Благословен этот еврей. Я денежно за него молюсь. И он куда попало, деньги не отдаст. Вот один из самых влиятельных, умных людей на Алтайском крае. И он все книги имеет и читает, и каждый раз только дивится. Это сколько вам дано? Понятия не имею. А где конец, когда последняя книга будет? Понятия не имею. Последнюю книгу писатель никогда не говорит, что это последняя книга писать не будет. Ни Чехов, ни Ломоносов, ни Толстой, никто не говорил, что это последняя книга. Смертный час, перо выпало на стол, и поэтому все. Тем более мне есть что сказать. И каждый день Бог дает новое и новое. Вот Евангелие от Марка, 13 глава, 10 стих. И во всех народах прежде конца должно быть проповедано Евангелие. Сходится это с Евангелем. Что написано? Иисус ходил по синагогам и проповедовал Евангелие о Царстве. Сходится. А остальных Он посылал туда. Он прямо сказал, идите, проповедуйте. Ждите обещанного Духа. И Дух наставит, и пойдете, будете Мне свидетелями. Если этого ничего нет, значит Дух Святой для этих людей не сошел. Ничего не надо толковать. Я беру просто прямо слова из Евангелия. И каждый раз останавливаюсь один. Это ужас какой-то. Как будто бы люди задались одной целью воевать против Христа. Как Иоанн Златоуст говорит. Если бы кто ознакомился с Евангелем, а потом с нашей жизнью, то он бы сказал, больших врагов Евангелия на земле нету, не найти. Это Ян Златоуст говорил, патриарх, православный. Зачем он поносил православных или что-то. А сколько людей, которые признают христианство, доверуют неправильно сектантов, перетеков. Не просто веровать, а веровать в церкви. Вне церкви нет спасения. Я умалчиваю только о тех, которые имеют рукоположение. О католиках, об армянской, сирской, копской. Это не нашего суда дела. Но другие совсем не попадают под это Евангелие. И совершал Иисус чудеса. Вот сегодня на чудеса-то кинулись все. А Ян Златоуст говорит, это вначале было дано. Ты спроси, Павел, какие чудеса делал? Да, исцелялись, брали пояса. А главное-то мы знаем, чудеса-то его по пальцам пересчитать. Вот на корабле спался, змею сбросил. Ну нет, пересчитать на дурке, может быть, чудеса. Хотя исцелялись, конечно, многие. Но нигде я не говорю, что Иисус послал меня творить чудеса, исцелять. Апостолю Павле, если ставить фильм, то остров не получится. У него получится непрерывное благовестие день и ночь. Вот мы считаем первое послание Евангелия от Луки, 16.14. Что будет проповедана Евангелие всей твари до края вселенной. По сегодняшний день миссия эта не выполнена. Деяния 8.25. Они же, то есть апостолы, за свидетельство же, проповедовали Слово Господнее. И пошли обратно в Иерусалим. Мы уже там проповедовали. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Так а самаряне-то ведь не знают со сиудеями. Так как они приходили? Если самарянка Христу сказала, ты просишь, а нельзя. Я думаю, апостолам не один раз сказали боговязненные люди. А чего ты в городе пришли-то? Обходили нас стороной, когда поломнищили в Иерусалим. А теперь пошли. Они могли им сказать, что Бог теперь объединяет. Между нами стояла стена. Нам нельзя было знать, а теперь можно. И шли, проповедовали, заходили в незнакомое место. Наши братья звонят сегодня. Потеряевки двое. Брат Виктор и Игорь. Соседнее село, я не знаю, может на лыжах с книгами. Пошли на благовестие. Ну и кого не приобрели? Никого. Да Господь говорит для свидетельства, не для обращения. Вы не забывайте. Обратиться от нас не зависит. Сеющий, поливающий, ты можешь все засыпать книгами, и никакого толку не будет. Но придет день, когда Господь скажет, верный в малом, раб мой. Вадим радует господина своего. Вот Деяние 14.21. И проповедовали Евангелие этому городу, Дервия. И приобрели довольного учеников. Они обратно проходили города Листры, Икония, Антиохию. Антиохия это первая кафедра Иоанна Златоуста. Вот кто заложил туда. Уже все сделали, командировка выполнена, теперь бы только на поезд на самолет до домой. Нет. В каждое селение, в каждый город, туда и обратно все было усыпано пропаде. Ни одного чуда не описывается. И те мы увековечили свое имя. Рассказывая о том, как войти в Царство Небесное. Что они говорили? Послушать бы, записать бы на магнитофон апостолов. Как они знакомились. Но до того мне это интересно. И следует писание, я примера нахожу. Ходя, они говорили, мир, дом и сему. Конечно, все затихли, иудеи. А уже молва пошла, что евреи свободно заходят к самарянам. Что-то с евреями сделают. Да не просто сделалось. Они не могут утерпеть великую радостную весть. Обещание сбылось. Николонис Иаков открылся. Бездомная мудрость Иисуса. Спасение сошлось с неба. И как они с радостью все это принимали. Впереди их молва бежала. Конечно, исцеления были. Но главное, эта стена рухнула между иудеями и самарянами. Я представляю, как сидящие в городе Иерусалиме первосвященник, близкие их, говорили. Что с народом сделать? Они бросают в одно место, а они в другом. Они ничего не успевали. Уже в короткое время верующих в Иерусалиме было намного больше, чем иудеев. Они ничего не могли сделать. У того-то все еще запрет. Самаринское селение-то идти нельзя. Ему нельзя. Апостолу там свое дело делают. Проповедуют. Все сказали. Что с баптистом нельзя, писать ником нельзя, везде идти надо и нести слово Божие. Коммунистам нельзя. Откуда это взяли? Ты иди и свидетельствуй. За Собою Господь будет. Вот апостол Павел прощается со своей пастрой. Деяние 20.24. И я мысленно прохожу по житиям святым и не нахожу ни одного места, где можно было сказать. А вот после Павла такие же прощания было. Не было. У нас епископ был. Как прощаются? Ну-ка, службу отвел и до свидания. Вопросы там есть. Да наш епископ это один из близких к народу. Он не чванялся, он с нами обедал, жил, беседовал. Со мной даже пас на поле. Навалялись на соломе на сухой. Да такого-то епископа сейчас, патриархии-то вообще, наверное, нет ни одного. И он никогда, ни разу не было то, что я сейчас прочитаю. Он эти слова сказать никак не мог. Почему? А перед этим еще нужно было что-то. Надо было день и ночь, три года со слезами учить и учить и учить. Вот чего не хватало. И Павел говорит, но я ни на что не взираю, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Не по собору приехать, а что делать? Которое я принял от Иисуса, запятая, проповедовать Евангелие Божие. Евангелие Спасительное. А я говорю, что Христос вчера, сегодня в одессе тоже. То есть Христос не ленился. Павел угодил ему? Да. Поприще совершил, веру сохранил. И день и ночь, чтобы вверенное мне. И вот сегодня встретись с любым священником, а в России, я знаю, этого и не было, кому было бы верено? Для чего ты стал священником? Как службу править? Ну и без этого нельзя, действительно, на яндовисть подпринимать. Но это-то все идет за этим. Вверенное мне проповедовать Евангелие. Потерялась она? Не потерялась. В народе и горел, и горел огонь жажды. И в конце концов подкололись, пошли сектанты, и теперь хватились, как Пеофан Затворник говорит, когда весь дом запылал, тогда забегали, а уже, говорит, еще не сделаешь. А все считали, что нормально. Почему никто не кричал об этом? У Иоанна Хронштадского ни одного слова на эту тему. Ни у Серафима Саровского, ни у Игнатия Брянщинина в том, что все должны идти и проповедовать. Что у каждого священника и епископа задача идти проповедовать. Нет. У него и Пахио там сидит, проезжает, вот проехал, и за месяц он совершил 21 литургию. Павел, может быть, ни разу нигде так не написал. Вверенное мне служение. Он сеял семя, чтобы люди обратились ко Христу. Первое к Коринфянам 9.14. И повелел Господь проповедующим Евангелие жить от благовествования. Не забудьте. Накормят. И не надо уговаривать. Русский народ принадлежит к одним из народов с самой широкой душой. Ведь бабки как любят священников. Особенно любят, когда батюшка приезжает худой, а потом начинает полнеть. Они до того умиляются, и приехал-то вот как, а теперь-то он вот, ни разу не слышал, что приехал батюшка вот такой-то, и теперь он из себя и взорвал на проповеди. И бабушке сказали, наконец-то батюшка начал проповедовать это, и стал стопузо, сделался тоненьким. Ни разу нигде не слышал, а вот наоборот, что ручки у него пухленькие, удобно теперь целовать. Многократно слышал. Прям хвалятся бабушки перед этим, какой наш славный батюшка стал. Первое к Коринфянам 9.18. А что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, я благовествую о Христе безмезно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Власть в благовествовании самая большая церковь. Во-первых, жить от благовествования. От благовествования. Много-то или мало. И все это должны чувствовать люди. И такая власть. А сегодня власть благовествования. Спросите любого епископа. Скажите, о благовествовании кто живет? Не за литургию, а за благовествование. А может где-то в другом месте он познакомится? Ни одного нет. Определенно. У католиков есть, которые специально отправляются в другие страны, благовествники. За рубежом уехали, так тоже не было. Я говорил, а благовествники были какие? Ну, чтобы выделяла церковь деньги, они работали, благовествовали. Так это у католиков. Я в синодии беседовал, пытался узнать. Совершенно бесполезно. Приезжают из Греции православной, я беседую с их архимандритом, греком. А у вас там есть чего? Ну, что вы благовествовали? Есть еговисты, ходят по домам. Они везде одинаковые. Так еговисты-то, они что, из другого состава состоят? Второе послание к корильцам, 10.46. Павел говорит, для того я это делаю, чтобы и дали вас проповедовать Евангелие. Докуда достигли? И не хвалиться готовым, чужом уделе. Чужой удел, это значит, пришел, а там уже кто-то есть. Я их переделаю, давайте, по-моему. Он в новом. Слово каноническая территория, это антихристианское слово. Вся территория отдана каждому человеку. Весь земной шар. Иди, где ты хочешь, тебя сбросили с парашютом, начинай проповедовать среди индейцев, среди арабов, среди племен таурегов разных. Во втором послании к коринфянам, 11.7. Согрешил ли я тем, что уничижал себя, безмездно проповедуя вам Евангелие Божие, сколько Павел заботился об этом. А если должен, а почему? А сверх этого. Вот что вы от меня слышите, старайтесь сверх этого делать. Вот апостол Павел постоянно говорит, он услышал от Бога, проповедовать надо, готов. Сразу начал выступить против Иудеев, они договорились его в Дамаске убить, пришел через стену, бежать в корзинки, и дальше остановился на этом. Нет, и день, говорит, и ночь. У него исчезла ночь, потому что если ты спишь, ты уже не проповедуешь. И он и проповедовал, и говорил, и научал, и не просто научал, он и рвал себя. Я со слезами проповедовал. Вы понимаете, что если вы не уверуете, меня завтра не будет, я вам не буду говорить. Вы же погибнете, все засохнете. Вы же в ад пойдете. Вы понимаете или нет? Я понимаю, сколько у него было убедительности в словах. В первую очередь апостол Павел говорил об Иисусе Христе. Не о Матроне, не о Ксении Петербургской, не о Берудевых, Симеоне и Иоанне, нет, а о Христе. И говорил, во Христе смерти нет. И вы воскреснете. Вот эта плоть обновится, она будет новенькая. Станете. Так что язычники сказали, он пропадет в новое божество, а по их воскресенье означался Анастасия. И они поняли, что он богиня Анастасию. Значит, о воскресенье нужно говорить так, как будто там богине поклонялись язычники. Мы должны говорить о Христе так, как будто он рядом с нами стоит. Что мы его видим, мы его ощущаем. Евангелие от Матфея 4,24. И прошел о нем слух о Христе по всей Сирии. И приводили к нему, приносили всех немощных, одержимых бесами, и он исцелял. Давайте шире понимать, что мир одержим и неверием. Люди погибают в грехах из-за того, что они не верят в Бога. Иисус проходил по всем городам. Сколько в России сегодня городов, в которых Евангелие не звучит? Не только там, где нет церквей, а может быть, где церкви-то меньше всего, потому что, ну, проехали, вот сейчас специальный поезд составили в Новосибирске, они едут, останавливают, один корабль благовестический, а ничего не делают. Вот вышли, впереди них их люди, которые от берега далеко им рассказали, приезжайте, батюшка приедет, и будет службу здесь совершать на берегу, и крестить будет, и бесплатно. А дальше, да никого нигде нету. На следующий год проезжает, никого нигде нет. Над каждой душой надо трудиться. И апостол Павел говорит, что я день и ночь об этом заботился, чтобы проповеды Евангелия Божия не оказаться посрамленным, кто за нами придет. И услышав весть от Христа о благовестии по всем городам, припомним, какие у нас есть адреса. Кому вы благовествовали? Я вам еще раз напоминаю, что из лечебных писем, которые извести, она стала известна, все письма разделяются на две категории. Одна православная и прочая, и вторая иеговиста. Ни одна адвентистка не написала, ни одна бактистка. А бабушки пишут, вот я принес письмо, она пишет, почерк мелкий-мелкий, до того хороший, мне 81 год, я инвалид второй группы. Я в прошлом году, вот читаю про болячки где, и всем, я знаю рецепты, я всем написал 60 писем, мы конечно везде вложили, у нее отпечатанный иеговистский материал, о Боге иегове. Я искала Бога, никто мне не сказал, там ни батюшки, никто. И наконец нашлись хорошие люди, Бог услышал молитву, и они рассказали, что иконы есть идол, вы понимаете что? Да если бы батюшка-то учил, что иконы это не идол, это образ Божий. А она-то радуется, она этого не знает, наконец она на нас натолкнулась. Я 60 писем написала, и почти никто не ответил. И она не остановилась, 81 год. Вот я села и размышляю, почему? И она приходит к убеждению, она лучше как все правительство работает, народ очень бедный. И она подпрашивает у старика своего, пьяницы, деда, дай мне денег. И стала закладывать марки, мне марки отдельно прислала, а слепить конверты, оказывается, можно из простой бумаги, говорит, и доходит. Насколько она интересная, 81 год, инвалид второй группы. Попы, а помните, что вы делаете? Это паства вашей, забиты все секты сегодня. Да если бы выходили, да если бы к вам приходящим, вы свидетельствовали, что ничего не дороже Евангелия, бабушка, ну отложи ты из пенсии каких-то 200 рублей, да пойди вон в магазин, да купи Евангелие, да организуйте при каждом храме по 2, по 3, 4 школы, евангельская это. Почему? Потому что сами не можем. И каждому говорите, идите по домам, свидетельствуйте. Вот эта экспансия заубежных церквей, церквей, сект прекратилась бы, а у нас уже все, к нам пришли люди, нам возвестили. А к ним никто не пришел, при том пишет с Молдавией, с Казахстана, с Украины, и Гавистских, как одна под копирку все. Пишет православное, мне 58 лет, а я так страдаю, я так мучаюсь, я активная такая, я хожу в церковь, я люблю танцевать, но у меня вот такая апатия, вот такая депрессия ночью, и звонков в днем много, то есть о Христе речи нет. А это одно письмо, 75 ссылок, и 72 сделала. Цариса Савская на суде Божьем предстанет и осудит нас. Итак, поревнуем Господу, и скажем, Господь, дай нам ревности, какая была у апостола Павла, а в первую очередь, как у тебя. Ты учил и ходил. Дай нам силу, ногам нашим и языкам нашим, и глубины веры в тебя. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...